Это информационный тележурнал День за днём. О самых заметных событиях жизни города и региона вам расскажут корреспонденты Тобольского времени и я, Рената Булхаиров. Здравствуйте. За прошедшие сутки в Тюменской области выявлено 42 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего с начала пандемии 1532. 786 пациентов получают лечение, 6 находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких, 166 человек в обсерваторе. В регионе началось ослабление режима самоизоляции, но меры безопасности по-прежнему необходимо соблюдать. Приближается 28 мая, День пограничника, ветераны пограничной службы призывают жителей региона воздержаться от массовых гуляний. Большая просьба, значит, самая, вот здесь такая обстановка, воздержаться в этом году от посещения от массового гуляния, вот, самое, побудьте дома в кругу своём, в семейном, значит, отметьте День пограничника, вот, поздравляю друг друга, значит, вот на расстоянии. Добавлю, что в Тюменской области под медицинским наблюдением остаются 2951 человек. Но тем временем все медики региона, которые работают с заболевшими коронавирусом, получили дополнительные выплаты. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Мор в эфире Первого канала. Средства из федерального бюджета своевременно получены и перечислены медучреждениям. Все суммы за апрель ещё выплатили между майскими праздниками, и сегодня заканчиваем расчёт за май, и задача стоит до конца мая, но 29 мая, последний рабочий день, все деньги перечислить на карточке медработникам. У нас за апрель, например, да, такие выплаты получили 2210 человек. Также, помимо федеральных доплат медикам, есть и региональные. Они предназначены не только тем, кто работает с пациентами, которым поставлен диагноз COVID-19, но и сотрудникам лаборатории, патологоанатомических служб, немедицинскому персоналу, работающему в инфекционных моногоспиталях. По словам губернатора, за апрель уже выплатили 38 миллионов рублей из регионального бюджета, а за май планируют выделить 108 миллионов рублей. К другим темам. Профессиональный праздник отмечают библиотечные работники. Сегодня Общероссийский день библиотек. Тех, кто сохраняет сокровищницы знаний, является помощником в учёбе и работе, поздравил губернатор Александр Мор. Он сказал, цитирую, современные библиотеки стали центрами знаний, творческого и интеллектуального общения. Фондами центральной библиотечной системы Тобольска пользуются более 45 тысяч читателей. Какое богатство манит их в тишину читальных залов, узнала Ольга Куричко. Парфюмер Гиза Шуен придумал аромат новой книги. И теперь во флаконе продают за большие деньги то, что библиотекари вдыхают каждый день. Здесь в отделе комплектования развалы новых книг не иссякают никогда, как и запах типографской краски. Отчасти из-за него Юлия Рябцева 20 лет назад выбрала профессию библиотекаря. Интересно, найдёшь книгу, конечно, вот её охота почитать, полистать. Приобретаем литературу интересную, чтобы это завлечь читателя. А что любят читать по табаляке? Фантастику, историческую литературу, приключения, романы. В 21 веке профессия библиотекаря очень изменилась. Компьютеризация пришла на помощь. Огромный фонд центральной библиотечной системы 400 тысяч экземпляров занесён в электронный каталог. В период самоизоляции ни на один день библиотека не теряла связь со своими читателями. Во время карантина нам пришлось ещё и вникать в такие программы, о которых мы и не подозревали. Допустим, мы начали снимать видео, накладывать музыку, всё это монтировать, вставлять титры. Чем мы их заинтересовали? Во время карантина. Да. Во время карантина своим читателям, каждый филиал и центральные библиотеки тоже предложили поучаствовать в творчестве наших читателей. Кулинарное мастерство, рукоделие. Библиотекарям они отправляли свои снимки, мы выкладывали их на сайтах, ВКонтакте. Это было востребовано. В центральной библиотечной системе Тобольска две библиотеки и восемь филиалов. В них 36 библиотекарей. Своим интеллектом, фантазией они сделали книголюбами половину жителей Тобольска. Всё-таки в руках держать настоящую книгу, чувствовать вот этот вот запах либо новой книги, либо наоборот старой, мне кажется, что этому замены нет. И, конечно же, это подтверждают, я думаю, и наши читатели, которых у нас более 43 тысяч. Ежегодно мы закупаем более 16 тысяч новых экземпляров. Это для всей библиотеки. И более 4 миллионов нам ежегодно выделяет местный бюджет для покупки новых книг. Полтора миллиона рублей тратят на периодические издания. 12 тысяч ветких книг ежегодно списывают. Несмотря на это, места для хранения всего фонда не хватает. Назрела необходимость в строительстве новой библиотеки. И этот объект есть в перспективах развития Тобольска. Вкладывать в развитие библиотечной системы – это вкладывать в человеческий капитал. Ольга Куричко, Михаил Куричко. Тобольское время. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев стал наставником Тобыляка Алексея Жерновского в проекте «Политстартап». Во время видеоконференции с российским политиком Тобольский активист рассказал о мероприятиях, которые были проведены в городе в период режима повышенной готовности. Алексею Жерновскому удалось не только поделиться актуальными вопросами, но и получить обратную связь от Дмитрия Анатольевича. До такого уровня, как Дмитрий Анатольевич, получить обратную связь у него колоссальный опыт в политике, поэтому по всем вопросам, которые будут возникать глобально, естественно, буду обращаться к нему, и мы будем совместно их решать. Я предложил свою кандидатуру в рабочую группу по разработке реформы служб занятости. Дмитрий Анатольевич с одобрением к этому отнесся, и будем еще работать по разработке реформы. В Тобольске Алексей Жерновский реализовал проекты «Доставка добра», «Вожатики» и «Я донор». Он же возглавил народный контроль по качеству проведения дезинфекции в подъездах жилых домов. С молодыми активистами Тоболяк оказывал адресную помощь и поздравление ветеранам. В Центре занятости населения реализует национальный проект «Старшее поколение». Граждане в возрасте 50 плюс могут освоить новую современную профессию, повысить квалификацию и сохранить рабочее место. В программе будут участвовать как работающие, так и неработающие граждане. В среде направленных направлений подготовки – это организация культурных событий, кадровая работа, социальная работа, бухгалтерские учеты, налогообложения, ресторанный бизнес, закупки и более 50 специальностей и направлений. Во время режима повышенной готовности обучение проходит у нас дистанционно. Срок обучения от двух дней до трех месяцев, и обучение у нас проходит бесплатно. Чтобы получить направление на обучение, нужно обратиться в Центр занятости населения. Работодатели также могут написать сюда заявление на возмещение затрат по обучению своих сотрудников предпенсионного возраста и старше. В настоящее время работа ведется дистанционно. Всю информацию можно узнать по телефону 27 78 15. Более 20 лет назад началось активное благоустройство Тобольска. В конце прошлого века сотрудники цеха озеленения, созданного при нефтехимическом комплексе, высадили более тысячи деревьев, а в теплицах выращивали даже бананы и персики. Елена Макова встретилась с теми, кто занимался ландшафтным дизайном. Сейчас Тобольск утопает в цветах и зелени, но несколько десятилетий назад здесь была другая картина. Активно озеленять город начали нефтехимики в конце 80-х годов. Второй директор Тобольского нефтехимического комбината Владимир Юдин развивал и производство ТНХК, и родил за город. При нем Комсомольский проспект приобрел современный облик. Владимир Васильевич хотел, чтобы древняя столица Сибири благоухала. Поэтому участок озеленения, созданный нефтехимиками, украшал не только территорию предприятия, но и весь город. Он буквально пригласил и говорит, ну сделайте, пожалуйста, среднюю полосу, буквально на Комсомольском проспекте, потому что приезжают немцы, японцы, это начался только развиваться комбинат, говорят, а мне не по какой улице даже и провести их, стыдоба, арматура торчит, газонов нет. И вот, ну сделайте хотя бы одну вот эту среднюю полосу. Ну что, одну среднюю полосу, ну мы как взялись и сделали весь город. В городе начали появляться современные газонные клумбы, как в крупных городах страны. Директор, бывая в разных местах, привозил фотографии. По ним, да и по собственным эскизам создавали необычные цветочные композиции. Постепенно облагородили все улицы, парки и скверы, провели обрезку деревьев и посадили новые. Приживаемость была стопроцентная. Акцент делали на лиственные и на хвойные. Они и сейчас радуют глаз табаляков. Высадили мы вот за два года где-то полторы тысячи деревьев. Вот, и погибли только те, которые вот чья-то недобрая рука срубила. Вот эти все липы, березы, рябины, черемухи по Комсомольскому аж до седьмого А, по Менделеево, юбилейные рябинки, то есть эти березы. Зимой озеленители занимались рассадой, в том числе и комнатных цветов. Они стояли в кабинетах и по всему комбинату. Всегда были цветы и в подшефных учреждениях. Также в теплицах выращивали овощи и даже диковинные для Сибири фрукты и ягоды. Бананы, персики, вишню, виноград и даже кофе. Для многих это был бесценный опыт. Банановые были пальмы еще, да, и банановое дерево, там и виноградное было дерево, естественно. Но это были попытки, да, что у нас может произрастать, потому что тогда еще не так-то было развито вот это все дело. Спуском нефтехима провинциальный Тобольск заметно преобразился и стал похож на современный культурный и промышленный центр. Елена Макова, Ярослав Прохоров, Тобольское время. Год назад вступил в должность главы города Тобольска Максим Афанасьев. Авторитетный хозяйственник, отличившийся в благоустройстве областного центра, с первых дней проявил себя как настоящий марафонец. Лидер, которому до всего есть дело. Город преображается на глазах, начали устанавливать новые остановки, ремонтировать дороги, прокладывать тротуары там, где их никогда не было. В левобережье и в других микрорайонах-спутниках. Настоящий вожак сплотил Тоболяков патриотическими начинаниями. Он организовал реконструкцию мемориала павшим Тоболякам. Под свой контроль взял создание стены памяти. Вот Афанасьев. Тоже мужик неплохой. Политику порядки наводит. Много тут разных вывертов были. Спасибо ему. Везде он. Диванные войска стихли. Таблики от мала до велика благодарят Максима Викторовича за труд, за любовь к Тобольску. Делиться новостями со всем городом очень легко. Просто позвоните в нашу редакцию по телефону 25 27 98. Или оставьте сообщение в официальных группах Тобольского времени в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Расскажите то, о чем невозможно молчать. Далее прогноз погоды. У меня на этом все новости. Я прощаюсь с вами. Будьте здоровы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok